конечно все и вам не расскажу и не покажу не имеет смысла да и напугаю но я должна вам сегодня сделать такой вот намек посмотрите-ка пожалуйста наше лицо полностью покрыта мимическими мышцами наше лицо полностью устлана мимические мышцами так вот над вот этими мышцами располагается кожа и особенность мимической мускулатуры состоит в том что мышцы вплетается в кожу иначе бы мы с вами не могли открыть закрыть глаз открыть закрыть рот да то есть вот эта вот особенность например вот круговая мышца рта и и вообще невозможно отделить от кожи которая расположена над ней поэтому ну как бы пластические хирурги не разделяют эти две субстанции и именно поэтому мы имеем мимику хорошо это плохо но мимика закладывает нам определенное количество мимических морщинок но здесь опять-таки не все мышцы одинаково ответственны за возрастные изменения лица если мы видим что лицо сплошь укрыта мышцами есть три дырочки но на самом деле 5 если включать ноздри но давайте сегодня рассмотрим три дырочки это правый глаз левый глаз и рот а это отверстие в этом сплошном мышечном полотне соответственно ткани которые располагаются над естественными отверстиями они себя чувствуют иначе они ведут себя иначе у них другая биомеханика поэтому можно смело сказать за старение верхней части лица ответственно круговая мышца глаза посмотрите какая она мощная круговая мышца глаза за старение нижней трети лица ответственно круговая мышца рта наверное она еще более мощная чем круговая мышца глаза когда-то я ложась спать улеглась прям на лицо а именно на вот эту вот часть круговой мышцы глаза. И я почувствовала, как она гудит от напряжения. Я легла спать, я полностью расслабилась. Я просто улеглась на вот эту зону и поняла, что она гудит, как трансформаторная бочка. Или что там там? Трансформаторная что? От напряжения. То есть, эта мышца несчастная, мы с неё не снимаем тонус даже в самые такие вот вроде бы расслабленные минуты нашей жизни. И я должна сказать, что она настолько мощная, что, смотрите, вверху она граничит с лобной мышцей и стаскивает на себя лобную мышцу. Стаскивает на себя лобную мышцу. Чтобы понять, что я права, скажите, пожалуйста, у кого вот в этой зоне, вот тут уже бровка, да, над бровью вот здесь вот есть залом морщинка и с другой стороны. Поставьте единички в чат. Поставьте единички в чат. У кого вот здесь вот на переносице есть залом морщинка горизонтальный, не вертикальный. Вертикальный это другая история. А вот горизонтальный. Поставьте двоечку в чат. Это значит, ваша круговая мышца глаза, правая и левая, со всей дури стаскивает на себя лобную мышцу. Соответственно, лоб падает на глаза, происходит образование нависших верхних век. У кого нависают верхние веки, поставите троечку мне, пожалуйста, в чат. Так, девушки, смотрите, сколько мы уже провокаций выявили со стороны круговой мышцы глаза, и это только по отношению к лобику, к лобику. Вот Диана замечает, что верхние веки такие вот тяжелые, да, тяжелые, как будто бы кто-то их стащил вниз. О, ну, с лобиком мы будем заниматься на закрытых занятиях, потому что это не так просто. А давайте посмотрим еще, вот смотрите, огромная височная мышца, она реально вообще огромная, она занимает огромную площадь, мы сегодня с ней будем работать, и будем ее находить. Итак, вот эта вот височная мышца, она тоже рядышком находится с круговой мышцей глаза, и круговая мышца глаза тащит на себя височную. Височная падает сверху вниз, и, получается, прижимает, зажимает наружный угол глаза. Поэтому, девушки, кто замечает, что вот наружный уголочек глаза потонул, то есть он раньше располагался выше, как миндальный орешек взгляд был, а теперь ниже. Кто замечает, что бровь, наружный кончик брови потонул, раньше бровь уходила стрелой в висок, а сейчас она как стоит таким себе крючком или домиком. Поставьте четверочки в чат, поставьте четверочки в чат. Вот это вот все проделки круговой мышцы глаза. Ясное дело, я сейчас просто не имею права дать упражнения с ней, потому что, ну, вы меня вообще не поймете, это не такие простые упражнения, как, может быть, вы представляете, но я должна сказать, что и щечка нашей щека, мышцы щеки, посмотрите, сколько их здесь много, большая скуловая, малая скуловая, мышца, поднимающая верхнюю губу, вот этот весь блок, он тоже страдает, он тоже страдает. Поставьте пятерочки в чат, те девочки, которые заметили, что между носогубкой, вот здесь вот носогубка идет, и слезной бороздой, вот здесь вот слезная борозда, заложился валик, то есть вот это вот пространство между носогубкой и слезной бороздой, прям валик такой заложился, вот, и вот он остался, это очень, ну, раньше было тут такое ровненькое полотно, как только образуется этот валик, сейчас на себе покажу, как только образуется этот валик, сразу несколько лет добавляется, в, ну, есть ощущение, что плюс несколько лет, вот слезная борозда, а вот носогубка, и вот формируется образование вот этого вот валика, вот такой вот валик, особенно на мужчинах видно, у женщин помягче, конечно, эта зона, но у женщин тоже видно, пятерочки в чат поставьте, покажу на себе все, что я сейчас говорила, смотрите, круговая мышца глаза, я вышла на улицу без солнцезащитных очков, а там солнце, и что я делаю? Вот что я делаю, мало того, что я делаю себе кучу гусиных лапок, но вот это вот гипертонус этой мышцы, спазм этой мышцы, он не проходит, что такое спазмированная мышца? Она не получает кислород, значит, там происходит сжигание глюкозы, но с образованием молочной кислоты, то есть закисление, она не получает питательные вещества, она деградирует, но она деградирует, продолжая уменьшаться, скукоживаться к центру, происходит уменьшение просвета глаза, молодой взгляд, это когда вы видите больше белочной оболочки, а старый взгляд, когда видите меньше белочной оболочки, и эта мышца стаскивает на себя лоб, вот смотрите, вот стащила на себя лоб, тут морщина, тут морщина, тут провис, здесь гусиные лапки, что нам нужно сделать? Ну, с лбом сейчас не будем работать, но в целом нужно поднять лоб и расслабить круговую мышцу глаза, а вот здесь вот височная мышца, положите ручки на виски и пожуйте, пожуйте, чувствуете, работает тут что-то, что-то работает, вот это вот что-то, височная мышца, и если она упала на наружный угол глаза, посмотрите, и брови вниз, и верхние веки никакие, и межбровка, посмотрите, какая формируется межбровка, потому что в центр же все, носогубки свисают, брыли появляются, ну, в общем, мало не покажется, если не начать это все разбирать, ну, и как она тащит на себя круговая мышца глаза, она не на себя, она вверх и кнутри формирует вот такие тут заломы, вот эти вот штучки, пятерку поставьте в чат, кто замечает у себя формирование вот этих вот заломов, это все я по поводу круговой мышцы глаза, представляете, какая она, она неплохая, нет, мы просто ее в такую ситуацию поставили на самом деле, вот пятерочки тоже девочки заметили, вот, да, вот такая вот история, ну, можно посмотреть, я на себе показала, мне муж говорит, никогда на себе не показывал, я на молодом человеке покажу, мы видим, что он молодой человек, многие девчонки говорят, о, мне уже 60 лет, Лена, мне ничего не поможет, ничего себе, вот молодой человек, посмотрите, какой синяк образовался во внутреннем уголочке глаза, это замученная круговая мышца глаза в этом месте, посмотрите, вот какая тут, не знаю, как это, вот эта резинка на трусах, да, а сверху шторка образовалась из ткани, потому что здесь мышца, это очень сильно укоротилось, посмотрите, как низко упала бровь, и какой нависший верхний век, а парень молодой, молодой, и еще вот здесь вот изнутри, все прилипло, и такое, как будто бы там нанесли темные тени, да, я на девочка одну смотрела, 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 никак не могу понять, неужели она такие темные тени любит, красит, а потом выяснилось, что ничего она не красит, просто у нее вот такое плохое кровоснабжение, что все верхнее веко, оно просто потемнело, это не старость, еще раз говорю, это запущенность, в плане, человек не знает, как поухаживать за круговой мышцей глаза, и все, и все, кстати, эта круговая мышца глаза настолько плотная, настолько замученная, что она давит на глазное яблоко, это может приводить к возрастным заболеваниям, начиная от катаракты, заканчивая глоукомой, вот, и почему мы видим, что эта девушка уже, так скажем, в возрасте, потому что настолько скукожилась круговая мышца, она схлопнулась, как объектив фотоаппарата, что мы видим только радужную оболочку, вот, я хотела вам именно это показать, именно это показать, ну, давайте с вами поработаем, да, мы сейчас поработаем, еще раз покажу, с височной мышцей, вот она такая большая, лежит на виске, давайте я покажу, вы берите свои яблоки, это для Светланы, берите яблочко, зачем нам яблочко, это мышца жевательная, и ею невозможно управлять, если, ну, самое ценное, что мы можем сделать для мышцы, дать ей мышечную активацию, вот, почему мышцы увядают, почему мышцы прорастают в соединительной ткани, они, конечно, в мышечной активации, но это статическая нагрузка, вот, как бы схватил и держишь, держишь тонус, держишь, держишь, организм говорит, нет, я больше не могу, я больше не могу, давайте прорастем, это соединительной тканами, волокнами, тогда они будут держать, и мышца сможет, по крайней мере, как-то хоть расслабиться, вот, и когда такая ситуация возникает, называется возрастной фиброз, не возрастной, просто мы довели себя до этого, теперь давайте искать эту мышцу жевательную, точнее, височную, значит, здесь, вот, впереди, она примыкает к орбите глаза, пожуте, найдите ее, вот она ходит, вот она ходит, я ее нашла впереди, теперь ваша задача найти ее вверху, вверху, тоже сделайте такие, типа жевательные движения, и найдите, где она вверху заканчивается, у меня где-то вот здесь вот заканчивается, вверху, вот здесь вот, вот, нашли, вот, вот здесь уже ничего не ходит, и надо найти, где она сзади заканчивается, у меня где-то на уровне уха, вот здесь вот она мне заканчивается, то есть, вот я положила на нее руку, фактически, вот у меня такая, современные хирурги, пластические, и определяют возраст женщин по состоянию этой мышцы на самом деле. Поэтому будьте бдительны, будьте бдительны. Что мы сейчас будем делать? Возьмите себя за эту мышцу и оттяните ткани немножечко назад. Вот это мы будем делать. Мы будем делать спрямлённую бровь. Мы будем делать красивое верхнее веко. Мы будем делать хитренькие глазки, миндалевидные формы. Мы будем делать ровное подглазное пространство и отсутствие межбровки. Представляете, сколько мы... Да, и ещё у кое-у кого даже брыльки подтянутся. Кто хочет, кто хочет, поставьте плюсики в чат. Кто хочет, поставьте плюсики в чат. Да, попрестаю я к вам. Потому что мне от вас нужна обратная связь. То сейчас сделайте и замолчите, а так не годится. Только тот, кто хочет, ставьте плюсики в чат и будем работать. Так, вот с Ириной будем работать. Я поняла, я поняла. С Екатериной. Окей, окей. Всё, есть, девушки. Девушки. Ну, сложное упражнение, но ничего, вы справитесь. Значит, что такое клювики? Вот они, клювики. Клювики – это два-четыре пальчика. Вот. Они всегда дружат, они всегда целуются. Один клювик я ставлю на наружный угол глаза вместе с костью. Кость выпрыгнет, ясное дело. Другой клювик я ставлю на тот же самый наружный угол глаза, тоже вместе с костью. Кость выпрыгнет. Вот, видите, я взяла вертикаль. Я взяла вертикаль. Вертикаль эту немножечко подняла вверх, чуть-чуть, и поморгала. Меленько поморгала. Чувствуете движение у вас под руками? Чувствуете? Я моргаю или 20 раз, или до состояния «жжет». Ну, как правило, не больше 20 раз. Это круговая мышца глаза, на самом деле, которая сцеплена с височной. Потом я делаю вот такой перекат. Вот такой перекат. И взяла новую вертикаль на полсантиметра кнаружи. Продолжаю разговор, продолжаю моргать. Когда вы моргаете, вы активируете мышцу. Почему жар? Почему там жарко? Почему печет? Туда притекает кровь. А мы еще в правильном позиции удерживаем эту мышцу. Сейчас она поест, и там и останется. Потом я иду еще перекатик. Теперь уже ближе к волосистой части головы. Здесь я работаю всеми четыре пальца. И здесь все четыре пальца. То есть я беру вертикаль, задираю ее вверх. И здесь моргание не сильно уже работает. Потому что мы пошли на территорию жевательной мышцы. Берете яблоко. Яблоко. Можете взять цедру лимона. Можете взять сухофруктину. Долго жевать тоже получится. Но лучше всего яблоко. Никогда не кушайте, не делайте вид, что вы жуете. Просто вы потратите время, но не получите результат. Реальное жевание. Поехали. И служим. Еще в волосистую часть головы зашли. Берется, не берется. Это вас не должно волновать. Вы работаете. Я работаю когтями, если вы заметили. Вгрызла из себя. Складку вертикальную взяла. Подняла ее. И вот там ее вверху пережевываю. Поехали. И еще. Хорошо. И еще. Давайте пока вы чувствуете жевательное движение, идите назад туда. Если вы уже не чувствуете, значит там этой мышцы нет. Что там работать? Будем по-другому работать. Давайте еще. Поехали. Можете выше пойти тоже вертикали. Мы сейчас обрабатываем в вертикали. Пойдите выше. И еще. Еще. Достаточно. Достаточно. Теперь, девушки, будем обрабатывать горизонтали. Горизонтальки. Вот такие горизонтальки. Они могут быть где угодно. Ближе к уху, выше уха. Задача обработать каждый квадрат на сантиметр поверхности, чтобы всех накормить. Поехали. Угу. Пока. На полсантиметра выше, ближе к лицу. Пока. Еще выше, ближе к лицу. Дальше. Везде, где работает, везде пожуйте. Хоть наемся. Давайте еще. Еще. Достаточно, девушки. Но нам, на самом деле, все это дело нужно поднять вверх и назад, да? Вот так вот. Соответственно, закреплять результат мы будем, обрабатывая диагональки. Вот такую диагональку, еще выше. Все поднимаем вверх, все поднимаем вверх, все поднимаем вверх. Окей? Давайте, грызите свое яблоко. Поехали. Выше. Еще. Везде, где работает, везде еще всплотите. Берете теперь себя за волосики, назад туда. Вот так прям потяните. И это место пропилите. Вот таким пропиливающим движением. Меленькие движения вправо-влево, но едете всегда вверх и назад. Вот туда, вот туда. Поднимаем все эти ткани так высоко, как нам надо. Задираем все эти ткани очень высоко, как нам надо. Возвращаем мышцу. Она жила когда-то на третьем этаже. А потом круговая мышца глаза ее стащила, и стала она жить на втором этаже. А на третьем этаже у этой мышцы, ее зубная паста, ее компьютер. Ну, в общем, все женские бребомбасы. Как она вообще может? Как так может быть? И вот мы теперь ее поставили, и она там точно захочет остаться. А теперь, когда вы завершили упражнение, вы берете свое в зеркальце, открываете его, и смотрите, что же у вас там происходит. Что же у вас происходит. И пишите мне все, что вам нравится, и все, что вам не нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!